приветствую друзья с вами Денис Пахомов и сегодня мы поговорим с вами об изометрии я очень давно натыкаюсь на просьбы о том чтобы я записал видео на тему тренировок изометрии либо какие то вот в общем все что связано с изометрией для тех кто не знает что больше 10 лет назад я практиковал изометрию в принципе с этого начинался мой канал вообще мое становление как силача как артиста оригинального жанра но сегодня я хочу немножко расставить точки над и во-первых я не практикую изометрию уже порядка то порядка наверное десяти лет до 2009 ну пускай даже до 2010 года я практиковал именно регулярно изометрию вот дальше был просто была работа с железом вероятно просто некоторые не понимают до конца слова изометрия давайте же разбираться что это для чего настолько ли она волшебна или это все байки и ложь и не бывает волшебных таблеток как всегда начну с самого далека в далеком 2007 году когда мне исполнилось 18 лет я переехал в пригород харькова работать возможности посещать тренажерный зал у меня не было дома как такового инвентаря тоже на тот момент еще не было и вот в поисках какой-то альтернативы я наткнулся на видео нашего украинского богатыря дмитрия халаджи который на тот момент были стал практически по всем телеканалом со своими рекордами он рвал цепи он забивал гвозди ну и в общем куча всего-всего-всего поднимал огромные веса там поднимал камень поднимал гири в общем человек меня этот поразил я начал интересоваться кто что он как чем занимается и в поиске информации дмитрий я наткнулся на книгу о железном самсоне непосредственно о комплексе упражнений александра заса комплекс упражнений с цепями так вот это и есть изометрия давайте немножко углубимся в термины изометрические упражнения это статическое напряжение мышцы без изменения ее длины то есть ну вот грубо говоря когда вы напрягли бицепс до положили на него там или вот что-то тянете мышца не меняет длину то есть в одном положении если говорить о сгибании чего-то это не изометрия если мы говорим о разрывании цепи то там чуть сложнее потому что напряжение самом деле статическая а сама динамика настолько быстро что вот ну наверное цепь скорее всего можно отнести больше кстати к сгибания против сгибания гвоздей я не знаю что еще можно отнести люди сейчас относят все силовые трюки практически до к изометрии забивание гвоздей это не изометрия так вот я начал заниматься по этой системе у меня даже буквально один из первых роликов на моем канале так раз разрывание цепи и чуть позже я записал непосредственно свой свое видение и как я выполняю комплекс за со многие до сих пор натыкаясь на это видео или просто зная о том что я выступаю с этими номерами просят у меня рассказать как совмещать изометрию там с динамическими упражнениями то есть там с работой в тренажерном зале ребят на все эти вопросы есть ответы на моем канале есть видео называется на денис пахомов ответы на вопросы на тот момент они были практически все одинаковые там я ответил практически на все что вы задаете по сей день то есть как совмещать как дышать как напрягаться и непосредственно сам в само видео с комплексом за со он так и называется денис пахомов комплекс александра за со там я показываю все упражнения которые я выполнял я выполнял не все упражнения из списка только те которые но для себя считал нужными вот там я тоже рассказываю о том что такое волна опять же это лично сугубо мое мнение каждый понимает это по-своему что вкладывал в это александр зас известно наверно только ему каждый это интерпретирует по-своему для меня волна была это вот ощущение скажем так накатывание такой энергии от пяток до скажем так до до руки в которой у тебя цепь либо до шеи то есть это сложно описать словами это нужно почувствовать возможно я это сам себе напридумывал но я вот так работал и так чувствовал и вот об этом я рассказываю в видео денис пахомов комплекс александра за со для тех кто не запомнил с первого раза вот теперь поговорим о том что дала мне изометрия я всегда об этом говорил изометрия очень сильно укрепляет связки очень близки тренировки армрестлеров к изометрическим очень короткая амплитуда движения какие-то статические удержания опять же для того чтобы связки были очень крепкими я старался тренировать все тело и выбирал упражнение из комплекса стараясь нагрузить все свои суставы все свои группы мышц в 2009 году позанимавшись два года в домашних условиях у меня потом немного появились гири и по моему штанга легкой 50 килограмм я начал потихоньку совмещать то есть у меня были там тренировки с цепями отдельно и тренировки с железом в 2009 году у меня появляется возможность ездить тренажерный зал и еще немного наверное вот еще год я практиковал непосредственно саму изометрию то есть тренировался в зале и тренировался дома с цепями после чего я перестал ее практиковать кто-то может отнести на самом деле если мы говорим о изометрических упражнениях мы можем этот принцип применять как абсолютно любому упражнению даст ну вот у фрубара тоже планка по сути это тоже изометрия то есть статическое напряжение мышцы вы держите вис на согнутых руках изометрия удержание упора лежа на согнутых руках изометрия единственная оговорка в том что при упражнении с цепями вы делаете максимальное либо около максимальное напряжение для того чтобы спровоцировать что-то подобное в упражнениях которые озвучил типа планки виса вам нужно будет добавлять какой-то вес ну образно да если вы хотите укрепить свои там связки рук или спины но просто висеть на согнутых руках вам уже легко для того чтобы увеличить нагрузку вам нужно на себя одеть какое-то отягощение грубо говоря если вы можете висеть там минуту на согнутых руках то это конечно принесет свою пользу но грубо говоря если мы сравниваем с тренировкой с цепями грубо говоря где мы напрягаемся на 90 процентов то здесь на турник вам надо будет на себя одетом килограмм 30 но образно говорю для того чтобы висеть уже не минуту а допустим 20 секунд на около пределе но опять же не доводя до предела есть куча нюансов о том как нужно выполнять изометрические движения кто-то говорит о том что нужно дышать кто-то говорит о том что не нужно дыхать дышать кто-то говорит о том что там нельзя доводить до того чтобы вздувались вены по крайней мере так все описано в в описании комплекса александра заса но я вам скажу честно что практически невозможно выполнять длинное изометрическое упражнение при этом сохранять Ровное дыхание, при этом стараться, чтобы не выпучивались вены Ну, это, наверное, я не знаю, у меня не получалось, скажем так Поэтому я и практиковал, я пытался придерживаться этих правил И делал напряжение 5-6 секунд, до 10 секунд И то, когда делаешь 10-секундное напряжение, все равно вылазят вены Ты напрягаешься, блин, ну е-мое, ну как не вылезут вены Иначе это будет не около максимальное напряжение Опять же, повторюсь, я до сих пор не пойму, что имел Александр Зас в описании, как правильно выполнять Кто-то дышит, я встречал людей, которые говорят, что надо дышать Кто-то говорит, нет, надо задержать дыхание, допустим Я тренируюсь в пауэрлифтинге, и мое дыхание уже настолько приспособилось к единичным повторениям Что в момент упражнения я задерживаю дыхание Допустим, если я приседаю, я делаю глубокий вдох, чем самым распираю грудную клетку Зажимаю свой позвоночник, грубо говоря, делаю каркас жестким на вдохе И во время вставания я выдыхаю, я привык так дышать Вот, вот примерно так же я работал там с цепями Опять же, по поводу пользы, да, изометрия принесет пользу Но для того, чтобы гнуть железо, нужно гнуть железо Для того, чтобы рвать цепи, нужно рвать цепи Для того, чтобы подтягиваться, нужно подтягиваться Для того, чтобы приседать с большим весом, нужно приседать с большим весом я надеюсь логика ясна это не значит что изометрия не нужно и либо наоборот не только ее нужно выполнять она дает хорошую базу в плане укрепления связок опять же повторюсь я это испытал на себе то есть у меня колени не болели да ну я не знаю я приседал 300 в бинтах правда тоже опять же все на канале есть и меня не беспокоили колени до занятий crossfit но опять же я знаю почему так случилось и дело не в самом crossfit а в моем отношении к тренировкам я слишком быстро перешел на на определенные нагрузки но это тема отдельного ролика тут не об этом я просто к чему веду что работая еще много лет с огромными весами я абсолютно не испытывал никакого дискомфорта по связкам не по коленям не по рукам вот поэтому практикуйте изометрию правильно расставляйте правильно приоритеты в любом виде упражнения вы должны в первую очередь понимать для чего вы это делаете какова ваша конечная цель если ваша цель выносливость расписывайте план тренировки под выносливость если ваша конечная цель сила расписывайте план под силу упражнения количество повторений отдых ищите свои слабые места и у укрепляйте их искореняйте свои слабые места я неоднократно говорил что изометрию неплохо и даже полезно использовать для прохождения плато образно грубо рядом приседаниях вы застреваете в средней точке используйте упражнения там цепь нога шея либо ну вот для становой либо даже без цепи просто навешивайте штангу и старайтесь встать из мертвой точки это тоже по сути та же изометрия поставьте 120 130 процентов от веса который вы можете встать все это давным-давно применяется в пауэрлифтинге в тяжелой атлетике но немножко по-своему да вот грубо и искоренение слабых мест у кого там слабая тяга слабый срыв с пола тянут с ямы ставят чуть больше веса то есть ну куча всего и она уже давно присутствует но не так как мы вот привыкли видеть то есть если изометрия то обязательно это должна быть цепь либо полотенце либо ремень нет ребят смысл должен быть одинаковый но не метод исполнения грубо говоря также как говорить о функции подъема тяжести с пола то есть если мы поднимаем штангу то мы держим спину а если мы поднимаем ящик с картошкой либо еще что-то то можно горбатиться нет вот то же самое с изометрией главная конечная цель и результат вот в принципе наверное я все сказал что хотел потому что возникают периодически ко мне вопросы по изометрии еще раз напоминаю что сгибание гвоздей забивание гвоздей сгибание арматуры разрывание справочников это не изометрия это как модно сейчас говорить да как придумал виктор блуд это праведный вандализм это старинные трюки трюки силачей старой школы но это не изометрия опять же взять того же виктора блуда посмотрите как он тренируется я горжусь что знаю его лично что мы с ним общались еще до того как он стал мега популярным я помню как он начинал и он действительно достоин уважения и он посмотрите как он тренируется он делает изометрические периодические упражнения и работу собственным весом тела и растягивается и работает с тяжелыми весами то есть человек развивается функционально во всех направлениях поэтому он может и подтягиваться там делать выходы и поднимать тяжести и гнуть железо вот и все поэтому 100 еще раз повторюсь ставьте цель выберите куда вы двигаетесь либо если вы развиваете все развивайте все равномерно и так знаете как спицы у колеса если все спицы одинаково крепкие ровные колесо едет красиво и ровно если какие-то спицы проседают колесо начинают восьмерку иначе или вообще ломается поэтому не задавайте глупых вопросов не ищите легких путей используйте все инструменты для достижения цели если нужно пройти мертвую точку изометрия вам в помощь если вы хотите приседать с большим весом то тут изометрия вам вряд ли поможет как основной инструмент как дополнительный всегда да все на этом надеюсь все если опять же останутся какие-то вопросы как на которые я не ответил в этом видео оставляйте их в комментариях но я надеюсь что я ответил на все вопросы по крайней мере на те которые вспомнил за последнее время которые мне задают я даже выпущу этот ролик вне очереди потому что я задал вопрос в инстаграме чтобы вы хотели увидеть и опять проскакивает изометрия ну что ж мне походу от нее никуда не деться поэтому повторюсь надеюсь на все ответил пишите в комментариях если что-то осталось либо пожелания для тем на новые ролики все берегите себя развивайтесь всесторонне всем функциональности и силы